Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях директор Центра правовой защиты Лариса Матюхина. Здравствуйте, Лариса! Здравствуйте! Сегодня, насколько я понимаю, мы будем с вами говорить о законности и незаконности банковских комиссий. Вот давайте для начала определимся, что же такое банковские комиссии. Банковские комиссии – это вид услуг, который подразумевает собой некую функцию банка, которая в конечном итоге должна быть оказана потребителю. Потребителю, может быть, в данном случае не совсем правильно говорить, а в данном случае, если применительно к договору займа, то заемщику. Надо сказать, что сейчас вообще вопрос о кредит очень актуальный, и, наверное, каждый из жителей нашего города отягощен данным обязательством, и кредитный договор как в том или ином виде, с тем или иным банком, имеется в каждом доме. Банковские комиссии сейчас – это понятие особо актуальное, потому что не так давно, а точнее три года тому назад, постановлением Высшего арбитражного суда было установлено, что банковские комиссии незаконны. Роспотребнадзор обратился в арбитражный суд с целью признать данный вид услуг незаконным. Это постановление было вынесено, оно работает, и на сегодняшний день очень активно. Суды признают договора, заключенные между банком и заемщиком, в которых есть банковские комиссии в том или ином виде незаконными. Виды банковских комиссий может быть огромное множество. Это и комиссии заведения судного счета, и единовременные комиссии за открытие судного счета, за кассово-расчетное обслуживание. Но в целом для потребителя-заемщика в данном случае важно только одно, что комиссии в любом виде незаконны. Сейчас на данный момент действуют только два вида комиссий, которые могут иметь место быть. Это комиссия за снятие наличного в банкомате и комиссия за обслуживание кредитного счета. Это, как правило, кредитные карты, которые выдаются, и как к таковому потребительскому кредиту они отношения не имеют. Мы говорим о том кредите, который может быть взят наличными денежными средствами в банке. Вот в данном случае комиссии ни в каком их виде незаконны. Ну а на сегодняшний день, несмотря на решение арбитражного суда, такая порочная практика банками все равно ведется? Вот вписание каких-то комиссий и договора? Да. Большинство из банков, действующих на территории Российской Федерации, это коммерческие банки. Конечно, они регулируются федеральными законами и не имеют права нарушать данные законодательства Российской Федерации. Но тем не менее, так или иначе, эти комиссии могут быть в договоры включены. Поэтому, может быть, наверное, как-то надо сказать, и важно знать потребителю, заемщику о том, что заключая договор между банком и физическим лицом, нужно подготовиться к этому. Как правило, все банки на сегодняшний день имеют официальные сайты. На них выложены типовые договора, которые можно прочитать и ознакомиться. И если что-то в этом договоре вам кажется непонятным, конечно, можно обратиться за разъяснением непосредственно к сотруднику банка. Но, как правило, эти комиссии должны быть прописаны даже в этих типовых договорах. Соответственно, если вы этого не видите, можно смело идти и заключать договор и знать, что в данном случае есть определенная степень безопасности. Ну а уж если эта комиссия включена в сумму договора или в условия договора, то, конечно, лучше отказаться от такого банка. Вот смотрите, если, например, я брала кредит, ну, допустим, три года назад, выплатила все комиссии, на сегодняшний день я могу каким-то образом вернуть свои деньги? Что для этого нужно сделать? И вообще, насколько выгодно начинать весь этот, насколько я понимаю, достаточно сложный процесс? Да. Вот мы говорим о том, что банковские комиссии незаконны, и все понимают, но, тем не менее, люди, смотря на нас, зададут нам вопрос. Ну а зачем же тогда банкам это нужно, если есть постановление, тем более ему есть определенный срок? Зачем же банки включают тогда? Ну, есть определенная, пусть это, конечно, не формула, но определенный расчет. 10 человек, обратившихся в банк с заявлением о возврате банковской комиссии в добровольном порядке, получают в 100% отказ. Только пять из них, это статистика, идут за защитой своих прав в суд. Соответственно, расчет прост. Здесь есть определенные выгоды, которые банк при этом получает. Ну, наверное, нам интересны не те, которые пять остались дома, а те, которые все-таки решились пойти за защитой своих прав. Вернусь в начало вашего вопроса и скажу, что если срок исковой давности, такое понятие сугубо юридическое, но для потребителя должно быть понятно, что если ваши банковские комиссии уплачены в срок менее чем три года, они могут быть возвращены путем обращения в суд и на основании решения судов различных юрисдикций. Соответственно, еще раз говорю, именно срок три года. Если вы все-таки решитесь обратиться за защитой своих прав в суд, то вам важно знать, что наличие документов, таких как договор, график платежей, либо иные документы, которые были подписаны сторонами при заключении кредитного договора, должны быть представлены вами, к юристам, для того, чтобы правильно, грамотно составить исковое заявление и далее обратиться в суд. Важно отметить, что вместе с банковскими комиссиями, которые указаны в договоре, либо в графике платежей, которые могут быть, еще раз повторюсь, как единовременными, так и разбитыми на протяжении всего срока кредитования на мелкие суммы и подлежащие ежемесячной выплате, могут быть взысканы. К ним необходимо прибавить, если вы все-таки решитесь обратиться к юристу, моральный вред, который в регионе сложился от 500 до 5000 рублей, который обязательно будет взыскан, а также услуги юриста. И когда мы говорим о том, что необходимо все-таки решиться и обратиться в суд, мы говорим потребителям о том, что с точки зрения вашей выгоды это очень интересно, потому что так или иначе вы не потратите на эту, можно так сказать, сделку ни рубля. Потому что все те денежные средства, которые будут взысканы с банка, не будут вам возвращены в полном объеме. А насколько часто вот сегодня к вам в вашу организацию обращаются люди с подобным желанием вернуть свои деньги и как часто им это удается? Часто обращаются и в 100% удается. Различные банки, когда люди нам звонят и говорят, а вот с этим банком получится, получится ли с любым банком, государственным, коммерческим, где бы он ни находился, является ли местом регистрации банка, город Рязань, либо иные города, не имеет значения. Определяющим в успехе является заключенный договор, график платежей и оплата, выполненная, ну, как правило, в срок. Это, в общем-то, все вне зависимости от суммы, которую вот человек когда-то брал в кредит или есть какие-то... Нет, ограничений нет. Даже если это был потребительский кредит, не выраженный в конкретном передаче денежных средств от банка заемщику, а, например, если это был потребительский кредит, выраженный в приобретении какого-то... Какой-то вещи, то есть там аппаратуры либо иной формы, то в любом случае расчет есть, расчет приведен в договоре, есть сумма, которая непосредственно была так или иначе получена заемщикам. Договор это все предусматривает. Как правило, люди не читают такие важные вещи, как договор, подписывают, дабы, ну, дабы, наверное, все-таки получить желаемое либо это денежное средство, либо приобретенную вещь. Спасибо, Лариса Юрьевна. Я думаю, что ваши советы были полезны нашим зрителям. Всего вам доброго. А с вами, уважаемые телезрители, мы тоже прощаемся, увидимся с вами вскоре в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин